Добрый вечер, уважаемые рязанцы! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. В 1986 году лыжная экспедиция, организованная газетой «Комсомольская правда» отправилась покорять льды. 17 участников достигли наиболее удаленной от берегов и жилья точки Арктики. О том, как это было, рязанцам рассказывает выставка, открытая в Музее путешественников, а мы услышим историю с первых уст. Сегодня в гостях Василий Шишкарев и Владимир Леденев. В этом году исполнилось 30 лет этого путешествия, но для нас мы помним, можно сказать, практически каждый день этого трудного пути. Он продолжал 76 дней, пройдено, 38 дней, пройдено 760 километров в условиях полярной ночи. Как инициатива эта к Вам пришла? Хочется же понять. Оно рассматривалось как тренировочное событие, тренировочная экспедиция перед путешествием в Антарктиду к Южному полюсу. Но как постфактум, оно не только оказалось как самостоятельно интересным и своеобразным, специфичным, что оно идет отдельной строкой в ряду наших путешествий, в том числе к путешествиям к Северному полюсу, путешествий через Ледовитый океан в Канаду и так далее. Но этот вот переход полярной ночи, он занял в нашей жизни, ну и так сказать, в ряду вообще путешествий, вообще особое место. Василий Иванович, расскажите немножечко, сколько лет из своей долгой интересной жизни Вы посвятили путешествиям? Ну, я самый молодой экспедиции, может быть. Вот это интересно. Нет, может быть только Миша еще моложе пришел, чуть-чуть моложе и по возрасту это. Поэтому и то я на экспедицию потратил, не потратил, а жил в экспедиции 12 лет. Мы посчитали, вот мы вместе на льду и с Мишей Малаховым, и с Володей Леденевым проспали в палатке на льду более полутора лет. Вот если все наши походы, тренировки взять, сложить, то получается вот такую жизнь мы провели на льду вместе. Вы знаете, люди же неспроста меняют вот то, что Вы сказали на семейный тихий ужин, на просмотр телевизора, почитать на ночь книжку. Почему Вы выбираете такой образ жизни? Чем он Вас так привлекает? В чем романтика? Да не такой образ жизни. Наверное, очень многие люди хотят сделать что-то интересное. Не просто обыденное, а что-то интересное. Одни альпинизмом занимаются, ходят, другие плавают через океаны. А группа полярной экспедиции, которую основали Дмитрий Шпарой и Юрий Хмелевский, родилась с идеей достичь Северного полюса. Она ведь такая идея объективная. Это самая большая граница нашей Родины выходит на Арктику. Сейчас Арктика вообще востребована уже как экономически и все. А вообще-то это фасад нашей Родины. Самое трудное, что было? Существовать в неком коллективе, где каждый плечо друг друга, да? Или, может быть, белые медведи встреча какая-то? Ну, что-то хочется услышать от Вас, историю какую-то интересную. И я помню, когда был первый поход по дрейфующему льду по Арктике, я, ну и все мои друзья, мы оказались в таких местах, я бы сказал, неземных, такой специфической красоты, когда голубой лед, торосы, вода, медвежата, медведи, вы знаете, ну вообще невообразимая красота. Я помню, мы тогда говорили, ведь когда настанет когда-то время, люди будут, так сказать, вот сюда стремиться, просто насладиться вот этой красотой. Это время уже давно настало, и теперь люди тратят, сегодня можно самолетом долететь до Северного полюса, заплатив при этом там порядка, ну, большие, очень большие деньги. Но вот мы, нам, я считаю, крупно повезло тем, что мы имели возможность и совершать, так сказать, спортивные путешествия, но и в то же время, в общем-то, жить в этих условиях, ну и, если быть честным, наслаждаться вот этой природой. Хочется любимых, да, вот на эту красоту как-то вместе посмотреть, одними глазами, потому что как-то здесь-то широты немножечко другие. Задумались. Больной вопрос. Да, а вообще-то, я считаю, все-таки пока, даже и сейчас, Арктика – это суровое условие. Когда первый поход мы ходили, полярную там обморожены, все сильные, да, и даже одному пришлось делать ампутацию после похода, там, пальцев. Но это не заставляет убрать рюкзак, да? Да. А вот в первый поход, когда мы шли к Северному полюсу, мы обморозились раза три. И это потом болезненно, это дискомфортно и некрасиво. Зачем женщинам такие трудности? Я всегда был против женских экспедиций. Не, ну да, нести все-таки рюкзак там 50 и более килограмм – это все-таки не для женщин. И они созданы для другого. А мне кажется, это какой-то такой мужской клуб у вас. Я вот чувствую прямо эту энергетику. Нет, я не права? Но, в принципе, как-то без лишнего пафоса все-таки испытываешь к себе какое-то уважение, когда достигаешь цели, когда проходишь, преодолеваешь это все. Это какое-то есть такое, да. Но потом это, правда, растворяется, но потом появляется снова чувство, потребность, что снова повторить что-то подобное. Но вот сейчас на какую точку карты вы уже присматриваетесь? Нет, ну мы сейчас в таком возрасте, что уже сейчас к таким путешествиям это все-таки больше для более молодых. Хотя, честно говоря, относительно недавно мне пришлось идти с молодежью к Северному полюсу, там один градус – это 110 километров. Ну и, конечно, испытать те чувства. Ну а главное было сравнить то, что было у нас и сейчас. И надо отдать должное, что есть сейчас много последователей, которые тянутся в эти широты. Ну и, так сказать, черпают, потребляют свою дозу. Я только что вернулся, честно говоря, с Кольского полуострова. А вы говорите, не путешествуете. Ну, так сложилось. С Кольского полуострова и, значит, изумительные места. И с удивлением обнаружил, что там, где живут Саамы, поселок есть Лофозеро, туда приезжает большое количество иностранцев. Особенно из Китая, Таиланда, которые, я не знаю, что это за поверье, я все вот хочу зайти в интернет, но для них, вот они тратят довольно большие деньги, прилетают, ждут ночами, стерегут, чтобы посмотреть северное сияние. Нам как раз вот в это время повезло. Было удивительное северное сияние. Вот это тоже одно из чудес, можно сказать, света. Ну, и все это вот, все это в Арктике, все это в Заполярье. Так что этот край, он такой, обладает сильным притяжением. Какой отдачи вы ожидаете от выставки? Вам бы хотелось чего? Чтобы были последователи, чтобы кто-то узнал вашу историю, чтобы кто-то к вам присоединился? Ну, к нам уже присоединиться-то сложно, потому что, как таковой экспедиции газеты «Комсомольская правда» нет. есть «Клуб приключений» у Дмитрия Шпароева и Матвея. Конечно, выставка – это заинтересовать людей чем-то неизведанным, то, что еще можно открыть. А можно еще много открывать на этой планете, на территории нашей страны, в той же Арктике. Тогда впервые в этом походе было два врача, на всякий случай. Один из них – Миша Малахов. Мы проводили как раз научно-медицинские эксперименты и так далее. Буквально один короткий совет нынешним путешественникам, которые сейчас тоже присмотрели себе удобный рюкзак и думают, не отправятся ли с ним на Северный полюс. Честно говоря, мы уже, так сказать, лично я прочувствовал, что уже последователи есть. Тем более, Миша Малахов возглавляет движение по русской Аляске. Ну и, в общем, так сказать, мы абсолютно уверены, что наша лыжня, она будет продолжена. Вот есть много прекрасной молодежи, у которых многое впереди, и мы рады, что мы имеем возможность как-то передать им наш опыт и заинтересовать их. Спасибо большое за эту встречу. Я думаю, что не в последний раз мы увидимся в нашей студии. Это была программа о подробностях. Путешествуйте больше и смотрите наши программы. До встречи!